Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time! Буду очень краткой, расскажу немножечко о моих впечатлениях, о тех, кто мне понравился и у кого какие были недостатки. Поздравляю всех вас с участием, поздравляю тех, кто победил. Все продолжайте работать над вашим усовершенствованием, голосом, исполнительством. Итак, начинаем. Значит, из более юной возрастной группы хочу отметить Головчук Софию. Хороший выбор песни, интерпретация. Только чуть-чуть хотелось бы больше раскованности в танце, чтобы чувствовался более уверенно. Карпа Валерия. Замечательное исполнение, очень сложная песня. Чуть-чуть покритикую английское произношение и верхнюю ноту. Нужно ее отпустить, и если вы тянете ее так долго, то нужно сделать вибрато в конце на ноте, то есть отпустить дыхание. Райкина Дарья. Красивый голос, хорошие песни, очень люблю их. Но старайтесь побороть ваше умение. Потому что жестикуляция и голос страдают иногда, интонация чуть-чуть местами из-за того, что вы очень сильно волнуетесь. И некое однообразие происходит. То есть не удается передать полностью всю палитру эмоций, красок, которые есть в этих песнях. Нужно тренироваться. А голос хороший, и вы им неплохо владеете, если не будете волноваться. Виолетта Вингер. Прекрасный выбор песен. Хорошо вам подходит, хорошо профессионально исполнены. Алена Меркулова с джазом. Все прекрасно, хорошо. В следующий раз постарайтесь записать так, чтобы ваш голос был на первом плане. Немножечко барабан вас перебивает. Но профессионально хорошо. Аксель Берекян. Не знаю, занимаетесь ли вы вокалом или нет, но я вам очень советую продолжать заниматься, если вы занимаетесь, или начать заниматься. Потому что у вас, мне кажется, очень хороший материал, но песня раскрывает его только частично. Хотелось бы услышать вас в какой-то более развернутом варианте. Светлана Некрасова. Хорошее французское произношение, хорошая песня, но немножечко мне так показалось, вы не совсем дружите с фонограммой. То есть вы себя в ней некомфортно чувствуете. Ваши дыхание берете, все вроде делаете, но вы в ней не уверены. Либо недостаточно дучили песню под эту конкретную фонограмму, либо не справляетесь в данном темпе. То есть тут нужно немножечко поработать, посмотреть, как отработать фонограмму, по исполнению под фонограмму. Народный ансамбль. Первая песня немножко однообразна. Нужно что-то добавить, какое-то либо передвижение между вами, либо какие-то сольные моменты, как вот во второй песне, допустим. В принципе, все задорно, весело, с удовольствием, замечательно, но немного однообразно. Артемов Антон. Интересно. Мне понравилось сочетание двух голосов. Хорошая песня, хороший клип. Литвинчук Олеся, Алена, пардон, начала очень неплохо, первая фраза. А дальше низкий регистр куда-то пропал, английское произношение тоже не очень ясное. Словом, песня недоработанная. И так у нас дальше пойдет список тех, у кого, вот, к сожалению, на мой взгляд, ребята, берете песни, девочки уже остались, да, девушки, берете песни. Не могу сказать, что вы их не допеваете, там, не знаю, крякаете или, там, срываете ноту. Да, но видно, что песня недоработанная. Либо вы до нее еще не доросли вокально, либо вы ее не доучили, либо вы не, как я уже повторюсь, не дружите с фонограммой, то есть под фонограмму неудобно петь, значит, надо еще, 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 еще повторять. Итак, значит, следующий, Екатерина Абелова, песня хорошая, сложная, ша-ла-ла-ла, но все кусками получается, да, то есть я не слышу общей концепции песни. Песня сырая, и это не конкурсный вариант с точки зрения презентации. То есть вы должны дать мне больше цельности, да, так просто спето для себя. То же самое Анастасия Ткащенко. Верхние ноты на пьяно нельзя так оставлять, да, потому что они поддрагивают. Хороший верхний регистр, а начало песни немножечко страдает, да, и получается, что какие-то провалы, да. Далее, Кочура Оксана, песня Вытни Хьюстон, не думаю, что подходит под ваш голос. У вас очень мягкий и красивый, нежный тембр, да, но для Вытни Хьюстон нужна сила на верхних нотах, которые я вообще не услышала ни в одном из куплетов. Отсюда мораль, да, либо песня не подходит, либо вы не до конца выдаёте. Значит, подумайте на эту тему. Тиморина Оля. Народная песня в народном стиле, да, не скажу народную, не знаю, не могу гарантировать, что это народная или поднародная песня. Неплохо, хорошо, хотя на верхней нотке, на верхних нотках чуть прослеживается некая... Слишком много вибрато, да. И уже Вавы Марии, к сожалению, при всём том, что у вас кристальный такой чистый голос, но если он не до конца устойчив на дыхании, то он, к сожалению, песня не выводит все нотки полноценно. Да, и поэтому Вавы Марии вроде как всё звучит, но кое-где мы теряем интонацию, кое-где нота такая не совсем уверенная, и это даёт сразу мне. Во всяком случае, Вавы Марии мне сразу даёт некий такой послевкусие. Далее у нас Чулбак Ол, не знаю, правильно ли я произнесла имя, но мне очень понравился номер. Профессионально, со всех точек зрения. Да, мне не с чем сравнивать, только может быть, потому что это народная песня, в народном стиле, во всяком случае, на своём языке, но очень качественная песня, интересная песня, потому что в ней много частей, и они все разные, и костюм, и интерпретация, и выражение лица, всё было, всё было очень хорошо. Дальше, Иванова Анна. Высокий голос, красивый, чистый, но интонация, увы и ах, да, особенно в колоратурах, а если мы претендуем петь колоратуры, то мы должны владеть голосом на 100% и поддерживать голос дыхания. Колоратуры не по нотам никак не могут быть исполнены. Вторая песня Золушки лучше, хотя там тоже были интонационные проблемы, поэтому поработайте, пожалуйста, да, над дыханием, как дыхание должно чётко работать при поддержке нот на колоратурах. Далее, Ирина Кравченко. Начали очень хорошо, практически профессионально, то есть как певец, который много лет стоит на сцене, но что-то произошло с верхним регистром, на мой взгляд, как будто позиционно не дотягивает, то есть как будто голос перетружен, или идёт некое зажатие. Не знаю, это временное, то есть состояние, может быть, вы просто были нездоровы, когда записывали, или из одной песни, поэтому не могу оценить на 100%, то есть или это общий дефект, или это случайный дефект. Но если вы послушаете внимательно запись, обратите внимание, что верхний регистр как будто вот на пределе звучит, что чего не должно быть. В остальном всё очень профессионально. Желаю всем хорошего дня. Ещё раз поздравляю всех.